Друзья, перед тем, как наш спикер Александр Масленников начнет свое выступление по вебинару, я хочу сказать несколько организационных моментов. Во-первых, на сайте Экспострой вы можете комиться с какими-либо новостями, интересующими вас. Я вам скину ссылочку в чат. Во-вторых, друзья, Экспострой очень часто проводит консультации в своем центре консультации. Сейчас они проходят в онлайн режиме. Вы можете ознакомиться с какими-то новостями, получить какие-то консультации, советы по работам, по проектам, пообщаться и получить какую-то важную информацию. Ссылочка вам тоже скину. Также наш весь апрель насыщен в плане вебинаров. Будет не один, не два, а даже иногда три вебинара в день от Архдиолога с анонсовой частью. Вы можете ознакомиться на сайте Tempet. Вам тоже скину ссылочку обязательно. Подписывайтесь, регистрируйтесь. Поэтому лучше все вопросы задавать как раз, когда спикер уже закончит свое выступление по презентации. Теперь, друзья, подскажите, кто из вас является дизайнером, кто новоселом. Если кто-то является дизайнером, поставьте единички. Новоселы поставьте двоечки. Так, единичка, единичка. Отлично. Чтобы наш штыкер понимал, какая у него сегодня целевая аудитория. Также, ой, единичка, замечательно. Друзья, кто вообще из какого города? Российского города. Кто откуда? Москва. Да, кто откуда нас слушает? О, Барнаул. Замечательно. Пермь. Замечательно. Москва, 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 Москва. Многие столицы. Ульяновск. Здорово. Так, друзья, еще есть ли у кого-то есть какие-то вопросы по записи вебинара? Да, мы будем вести записи вебинара, но видео, как правило, в укладном YouTube, это будет не сразу, это будет в течение недели, потому что, сами понимаете, что нужно время, нужно затратить определенное количество сил для обработки этого видео и для размещения его на специальном сайте, называемом YouTube. Поэтому все ждем, набираемся терпения, когда будет это видео выложено. Пока предлагаю вам насладиться замечательным вебинаром по светильникам. Хочу вам представить Александра Масленникова, который сегодня будет выступать и рассказывать вам информацию очень насыщенную по выбору светильника, для чего, какой вы предназначены и так далее. Александр представляет компанию также Доналюкс. Доналюкс является нашими арендаторами по постройкам. Кому тоже интересно ознакомиться с их продукцией, получить какую-то информацию, тоже скину вам ссылочку здесь. Можете перейти и посмотреть. Александр, если вы меня хорошо слышите, если вы готовы, я вам передаю слово. Я пока от вас отключаюсь, друзья. Все, внимание на экран. Всем светлого дня. Так, коллеги, сейчас немножечко разберемся с презентацией. Я ее подгрузил, но она у меня почему-то не открывается. Так, поставьте, пожалуйста, плюсик, кто со мной уже знаком, кто уже знает, как я читаю, в какой манере, и кто меня уже так или иначе вживую, либо не вживую видел. Ой, отлично. Очень рад, что много знакомых людей. Прекрасно, 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 отлично. Всех вас очень рад видеть. Спасибо большое, что нашли время прийти. Прям супер-супер. Сейчас параллельно решаем вопрос с презентацией. Она подгружается. И смотрите, перед тем, как к ней перейти, я бы хотел объяснить вообще, для чего инструментарии нужны. Многие знают, что на сегодняшний день, на сегодняшнем дне очень огромное количество разных способов сделать так или иначе светло, сделать так или иначе акцентно и так далее. Огромное многообразие, что использовать, что нам лучше взять на заметку, от чего лучше откреститься и на что смотреть. Потому что всегда огромное многообразие, оно порождает определенное количество вопросов. Я надеюсь, что в процессе сегодняшней лекции я постараюсь на множество из них ответить. И мы посмотрим с вами слайды, собственно, такая пирамида Масленникова, где есть разные производители, где какой-то топик находится, где находится непосредственно классификация разных производителей. Ура, победа, наконец-то! Оно подгрузилось, сделалось. Друзья, друзья, это был настоящий квест. Я очень извиняюсь за такое долгое ожидание, что-то, на самом деле, впервые подобная история возникает с проблемами, со связью и так далее. Окей, все, главное, с этим разобрались. У нас остается не так много времени без лишней лирики. Я предлагаю начать с вами и наверстать, скажем так, вот это потерянное время. Мы с вами остановились на типах оборудования. Я вам показал такой вот слайд, где, собственно, с левой стороны у нас технический свет. Почему я его называю техническим? Многие мои коллеги его называют архитектурным светом. В моем понимании архитектурный свет, так как я очень много работал именно с градостроительной историей, я очень долгое время работал именно с архитектурной точки зрения именно по освещению фасадов зданий, то он для меня является архитектурным. Но многие, соответственно, из рынка, мои коллеги и не только коллеги, они называют его именно архитектурным. Поэтому, чтобы не было путанности, архитектурный слэш технический для удобства восприятия, на правой стороне у нас декоративный свет, архитектурный свет. На прошлых вебинарах я уже рассказывал, что предлагаю декоративный свет именно как арт-объект воспринимать, не как объект освещения, то есть не как источник освещения. Так, отвлекусь чуть-чуть на... Все, есть, все, меня слышно и видно. Отлично. Дорогие друзья, видно все? Все нормально? Слышно, видно плюсики? Кто видит, слышит? А то, может быть, эти проблемы не только у меня. Да, презентация уже есть. Супер. Ну все, слава богу. Слава богу. Отлично. Поехали. Значит, самое частое распространенное такое явление, это встраиваемые точные светильники в потолок. И существует абсолютно огромное количество разных вариаций и квадратный, и авторальный. И в сегодняшний день на рынке просто огромное количество разных вариантов под любую задачу, под любой запрос. Здесь, что можно знать именно в плане выбора, да? То есть, когда вы используете какой-нибудь точечный источник, всегда помните о том, что у вас будет вот такая светотень, когда у вас падает локальный источник на лицо человека, у нас с вами будет, да, образовываться тень. Поэтому в качестве общего освещения, ну, наверное, окей, да? И чаще всего мы делаем как? Тот самый квадратно-точечный. Вот как здесь, на вот этой прекрасной картинке, да? То есть, когда нам задача стоит 300, 400, там, 500 люк, в зависимости от типа помещения, нам нужно создать окей, да? Да, берем точечные источники и создаем. Тут, смотрите, моменты какие? Первый. Именно с точки зрения эксплуатации. Именно так, что на каждый светильник нужно будет подвести питание, да? То есть, а... И, кстати говоря, по поводу эксплуатации здесь тоже есть очень много разных нюансов. Давайте чисто даже посмотрим по внешнему исполнению, как они выглядят. Собственно, существуют рамочные, существует безрамочная версия таких светильников. Причем плюсы и минусы светильниками. Так, коллеги, прием, прием, как слышно? Так, не слышно. Периодический звук пропадает. Сегодня за день-то такой. Фуф, ну ладно, слава богу, вы меня слышите. Так, итак, вопрос. Ответьте, пожалуйста, в чат, кто... Знает, чем отличается рамочная версия от безрамочной версии. Я имею в виду, да? Вот на таких точечных светильниках, да, бывают, собственно, рамочная и безрамочная история. Вот сейчас я покажу на как раз вот этой презентации. Есть рамочная, безрамочная. В чем разница между ними? Ну, смотрите, и безрамочная, и рамочная можно, собственно, да, и те, и другие достаточно легко оставлять. Просто разница в чем? Что когда мы с вами, вот как раз примером по монтажу, да, делаем отверстие, если мы не уверены в наших подрядчиках, которые занимаются шпаклевкой, да, выравливаем стены и так далее, не совсем, ну, скажем так, ровно вырезали, да, и не смогут нормально зашпаклевать. Вот, смотрите, то есть процесс, допустим, просто рамочной версии, да, он вот так вот вставляется и, как бы, закрывает неровности. Возможно, спокойно, что никаких косяков по плане вырезов, да, они будут скрыты. Если же у нас история безрамочная, мы сначала должны смонтировать непосредственно саму арматуру, зашпаклевать, и только уже потом, собственно, непосредственно оставлять сам световой прибор, да, светильник. Вот, и такие нюансы. То есть к тому, что нужно быть в них уверен, что они адекватно, пряморукие, все хорошо сделают, и эстетически, конечно, безрамочные решения смотрятся сильно выигрышнее, да, то есть они смотрятся всегда классно. Такого, конечно, мы с вами не сможем сделать в натяжных потолках. То есть такой способ, он годится только для гипсокартона, да, и сейчас все больше и больше набирает обороты именно натяжные потолки, ну, в силу, наверное, многих обстоятельств, не только с точки зрения удешевления, но и очень сильно ребята, кто занимаются натяжными потолками, да, шагнули вперед, и они действительно научились делать так, что ты практически можешь даже не отличить одно от другого. Так, ну что, да, собственно, там конструкция примерно та же самая, только чисто именно визуально, как это будет выглядеть. Безрамочная, она более гармонично в самом интерьере смотрится, и вот тот самый принцип из ниоткуда, да, сверху. То есть бывают еще гипсовые решения, когда, например, гипсовый светильник, и он плавно уходит туда наверх, смотрится бомбически, очень классно. Так, смотрите, значит, какие нюансы, да, по как раз этим светильникам существуют? То есть мы должны с вами ответить на вопрос, какой источник света мы будем с вами использовать? Это, собственно, светодиод, это МГЛ, это лампа накаливания, это люминесантная лампа. Плюсы-минусы вы у меня наверняка уже знаете, да, по индексам цветопередачи, по их тепловым характеристикам и так далее. Так, слушайте, давайте тогда, смотрите, я сегодня просто боюсь, не успею прям подробно рассказать про основные моменты, но давайте кратко. Значит, смотрите, идеальный спектр, он у Солнца, и он является тепловым, тепловым искусственный источник является лампа накаливания. Лампа накаливания, МГЛ и так далее. Они дают хороший сплошной спектр с 100% Эрай. Это то, насколько хорошо отображаются цвета в интерьере. По нему мы смотрим, собственно, мельчайшее отличие цвета ткани. Далее, собственно, когда идут дальше уже после тепловых, газоразрядные и уже светодиоды, это спектр наборный. Соответственно, Эрай, да, он стремится только к 100%, он не достигает этих значений. Поэтому тут нюанс именно по тому, насколько он будет хорошо отображать оттенки в этом пространстве. Для диода очень критический именно тепловый температур, ну, тепловой режим, да, то есть если он перегревается, соответственно, все его временные преимущества, а он служит действительно много, то есть некоторые заявляют и 50 тысяч часов, некоторые 20-30, ну, все зависит от конкретного производителя, да, и от драйверов, которые, собственно, их питают. Это прямо такая глубокая отдельная тема. Вот, и, соответственно, у диода преимущество в том, что он компактный, нам нужно минимальное расположение от самого потолка до опуска, ну, навистового потолка, либо это гипса, либо натяжной. У других же источников они сами по себе достаточно габаритные, то же самое лампа накаливания, да, мы берем, у нее есть уже какие-то достаточно большие габариты. Соответственно, здесь мы, да, опускать потолок будем гораздо сильнее. У светодиодов в этом плане они могут быть даже и прямо накладные на сам бетонный потолок. Собственно, про накладные светильники чуть-чуть позже мы с вами проговорим. Итак, тип монтажа, как мы уже с вами увидели, существует рамочный, безрамочный, форм-фактор, круг-квадрат, глубина в стройке – очень важный параметр, и каждый архитектор и дизайнер бьется по полной программе именно за него, да, потому что это важный момент. И что я хочу сказать, да, что глубина в стройке, ну, смотрите, что такое сам источник света. Да, вот, допустим, мы откинем традиционные источники света, газоразрядные, спустим все нас в светодиоде, потому что, в принципе, он сейчас является лидером рынка, и его стоит рассматривать с точки зрения, ну, вообще, в принципе, характеристик. Итак, чем сильнее мощность, тем, соответственно, нужен больше теплоотвод, тем больше места будет он занимать в запотолочном пространстве. Я думаю, что это понятно. Поэтому для того, чтобы мы можем, что из этого светильника достать драйвер, чтобы он был выносным, это большое преимущество. Во-первых, в светодиодной системе всегда драйвер является слабым звеном, то есть мы во всей этой системе, да, скорее всего, первым поменяем именно его на драйвер. Поэтому лучше всего, лучше всего продумать это заранее и сделать отдельный щиток, где будут драйвера для света находиться. Что такое драйвер? Да, у нас с вами на входе есть 220, сюрпризальный ток, и, собственно, светодиод, он с постоянным током. И для того, чтобы нам, собственно, переменной перевести по янной, что мы должны сделать правильно? Мы должны с вами его выпрямить. И как раз-таки драйвер его по-разному называют. Его называют про, его называют блок питания, его называют драйвер. То есть он такой многолекий, но суть одна, да, его задача, собственно, запитать диод и получить переменный ток, выдать постоянный ток. Окей. Он тоже нагревается, поэтому лучше всего использовать, конечно, выносные версии. Но, скажем так, чаще всего, ну как, не то, что чаще всего, сейчас тенденция, в принципе, идет такая, что использовать как правило именно выносные. Почему это хорошо? Диод – это полупроводник, и то, что ты на него подаешь, он тебе выдает. То есть, грубо говоря, мы драйвер можем кастомизировать всегда, да, то есть мы можем сделать его управляемым. То есть не просто он офф, да, включил, выключил, но сделать его еще и цифровым, ну, управляемым по цифровому каналу, например, да, это большое преимущество. То есть мы можем его диммировать, мы можем его даже спрограммировать, если будем иметь систему управления. То есть систему управления я на прошлой неделе читал. Кто… я думаю, что у ардиолога наверняка есть запись, и было бы круто, если вы запросите, и они учителятся. Так, окей. По цветности. Ну, по цветности здесь все супер индивидуально, да. То есть какие они бывают? Они абсолютно разные. Понятное дело, что у традиционных источников там лампа накаливания МГЛа – это 2700 кельвинов, да, как у теплового источника света. А далее идут уже вариации. Собственно, 2700, 3, 4, 5, 6500. 6500 – это, конечно, прям суперхолодная цветовая температура. Вот она прям холодная, холодная, холодная. Вот, это теплая, это 2700, это холодная. Она чаще всего… знаете, где используется? Кто знает, где используется? 6 тысяч кельвинов, там, 6500 тысяч кельвинов, да? В каких областях? Ромка, больница, медицина. Медицина, хирургия, совершенно верно. Вот, да, именно медицина. Ну, в офисах, наверное, в меньшей части она используется. Там в офисных пространствах, как правило, используются 4. Почему я говорю как правило? Потому что, ну, есть разные стили, записаны именно там теплые источники света. Такое тоже бывает, кстати говоря, у многих европейских компаний. Медицина, правильный ответ, так, да? У синего спектра, собственно, да, у него красная составляющая, она практически отсутствует. И она используется в хирургии для того, чтобы отличить здоровую ткань от больной тканей, да? И, соответственно, вырезать, ну, то, что нужно вырезать. Я не сильный, конечно, специалист в том, что нужно там обрезать. Но, тем не менее, да, здоровую и больную ткань за счет синего спектра мы можем различить. Вот. Поэтому чаще всего именно в чистых помещениях используется такая очень холодная цветовая температура. Как правило, четыре, да, в овсах. И, как правило, дома, как правило, используются более теплые цветовые температуры. Потому что мы весьма инстинктивные животинки. И мы привыкли, собственно, будучи еще тогда жившими далеко назад в пещерах, да, что, собственно, костер – это символ безопасности, ну, такого, ну, своего рода уюта, да? Я не знаю, какой там был уют, конечно, в пещерах, но, тем не менее, да, то есть у нас это на подкорке генетическая память отложилась, что он теплый, он у нас ассоциируется с, ну, скажем так, с домашней атмосферой. Вот. Поэтому, как правило, да, 2700-3000 кельминг используются. Но, опять же, текст. То есть если у нас с вами белые материалы отделки, да, с преобладающим спектром, да, в синей части, конечно же, мы там будем использовать нейтральные цветовые температуры. И это будет правильней. Вот. Окей, ладно, это я уже углубился в цветовые температуры. Далее, по нашим участкам. Мощности. Мощности здесь тоже бывают абсолютно разные. Мощность, конечно же, очень сильно зависит от высоты пространства, да, то есть какое у нас помещение. Если это стандартные 2700, да, там, 2800, там, но до трех метров, да, как правило, используются, там, 9-ваттные источники света. Чем выше, да, тем, ну, используются более мощные источники, потому что у них более, ну, мощный световой поток для того, чтобы мы могли добиться нужных уровней освещенности. Да, нейтральные – это 4000 кельминов любой. Так, в салонах, в студиях, да, все правильные комментарии, прям идеально. То есть в салонах, ну, в салонах, на самом деле, я больше скажу, там используются комбинированные источники, то есть там есть и то, и то, и другое. То есть есть и теплый, и нейтральный, и холодный. Вот, кстати говоря, у меня тут тоже такой, как своего рода, студийный свет, хочу похвастаться. Мне буквально вчера привезли специально для эфиров вот такой вот, собственно, свет, вот, и он может переключаться. Смотрите, то есть есть вот теплый режим, а, наверное, плохо видно, но вот по лицу моему видно, видите, теплый, собственно, это холодный, 6500, и такой, ну, 4000 кельвинов. Вот еще раз, теплый, холодный, и комбинированный 4000 кельвинов. Вот, и как-то мое лицо менялось при разных цветовых температурах. Поэтому, да, в студии, скорее всего, используются как раз и те, и другие, и третьи источники. Ну, в смысле, цветовые температуры. Оптика. Очень важный момент. Оптика в светильнике. Есть споты, да, которые имеют узкий пучок света для того, чтобы создать акцент. И чем ярче будет акцент, тем мы увидим с вами контрастную картинку. И таким приемом очень часто используются именно фомерцы в ритейле, в хорике, для того, чтобы нашим вниманием с вами манипулировать. Чем шире, тем, соответственно, мы получаем более, ну, как, равномерно засвеченную область без каких-либо, собственно, акцентов, да. Поэтому всегда выбор угла, он зависит от того, ну, от той потребности, которую нам необходимо, собственно, чувствовать. Можно ли комбинировать? Да, можно. Многие как раз решения существуют. Вот один, допустим, светелек, любой возьмем. Да, есть вариации по оптикам. Есть 20, 30, там, 40 градусов, 50 градусов и так далее. И вообще вот разница в производителях, кто предлагает больше разной вариации, да, скорее всего, он сталкивался абсолютно с разными проектами и предлагает разные, ну, вариации. И я всегда смотрю именно на количество аксессуаров в производителях, чтобы они были, там, защитные шторки, да, так называемые хаником, пчелиная сота, может быть, кто-то из вас видел, такая пчелиная сота, которая девается на сам светильник. Он что делает? Он уменьшает блески эффекта от этого светильника. То есть, например, вот смотрите, я сейчас включу, вот источник, да, я включил, но если мы наденем, вот сейчас, 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 сейчас ориентируюсь, вот на него такую сеточку, то я не буду видеть даже блескового эффекта. Вот, но так как для него у меня, собственно, этой пчелиной соты нет, то, соответственно, блеский эффект, да, он будет виден. Так. Так, все, 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 я здесь, я здесь. Далее, собственно, по материалу. Материалы тоже бывают разные, от этого будет зависеть их стоимость. Если это, ну, алюминиевый источник света, он сам является теплоотводом. Помните, я говорил о том, что светодиод хоть не текловой источник света, но при этом все равно и нам важно от него максимально эффективно отвести это тепло. Это пластмассовый, там термопластмассы, но это совсем другая история, они стоят обычно как чугунный мост. Окей, ну, за счет, зато легкость. То есть это бывают часто, такие истории, когда там пользуется какая-то навесная система, и нам необходимо максимально облегчить светильники, да, но это такая ситуационная, больше подпроекты. Дальше, индекс IP, да, и IP бывает абсолютно разный. IP 20, IP 44, IP 65, 67, 68 и так далее. Что такое IP, да, это индекс пыль и влагозащиты, да, то есть то, насколько тень защищает от внешних факторов, таких как пыль и влага. Собственно, в архитектуре используются обычно светильники с IP 65, то есть для них не страшны попадания дождя, каких-то осадков и так далее. Внутри, как правило, используются IP 20, внутри у нас есть по СНИПу, что мы в ванных комнатах должны использовать IP 44. Но опять же, там зона достаточно ограниченная, это непосредственно сама ванна, да, и в ванной самое главное не использовать трековый свет, потому что, ну, смотри, опять же, какой это трековый, да, то есть есть трековый, там, однофазный, трехфазный, который питается 220, и в ванных комнатах, конечно же, его не использовать категорически нельзя, потому что это открытый шинопровод, и ребенок, не зная такого, да, может поиграться, поплескаться, попасть на таковедущую часть. Конечно, он сам не пострадает, но обрубит электричество в ванной, ну, как бы во всей квартире, в принципе. Вот, поэтому я думаю, что, да, на этом остановлюсь, когда буду рассказывать про трековые системы. Но момент важный, да, что в ванных комнатах используем только магнитную систему, которая имеет 24 вольта напряжения. Пятненько? Все, супер. Идем дальше. Так, коллеги, как меня слышно? Видно, потому что кто-то подписал, что потерял меня, а я здесь. Так, видно, слышно, отлично. Так, как настроение? Нормально все. Так, ну что, дальше, после IP у нас с вами идет цвет. Ну, по поводу цвета, да, смотрите, вариаций огромное количество. То есть, как правило, у многих производителей есть типовые решения, типа там из серии белый, черный, серый. Там сейчас очень модным стал цвет, это именно лаком. Вот, это стандартный. И многие предлагают сервис, как можно кастомизировать абсолютно любой цвет, поэтому здесь все зависит от вашего проекта, что нужно будет туда отстроить. Да, какой цвет. Наличие драйвера. Ну, частично я уже про эту тему рассказал, да, что драйвер лучше всего использовать навесной, ой, в смысле, внешний, чтобы его можно было максимально удалить. Ну, тут единственное, смотрите, важно знать, что не должно быть потери напряжения. То есть, обязательно правильно прочитать сечение кабеля. Система управления, да, тоже частично уже успел на эту тему обратить внимание. Какая система управления? Да, нет. Да, Дали, Триак, 1.10, либо ШИМ, да, тоже с вами должны понимать, где какую систему управления лучше использовать. Лучше всего, конечно, использовать проводную, она самая стабильная. Беспроводные обычно истории, когда уже сделали, собственно, ремонт, и, ну, собственно, про систему управления забыли, в принципе, как класс. Вот, поэтому бывают, есть разные решения, есть радиоканальные решения, есть по Bluetooth, есть по Wi-Fi. Про радиоканал у меня вообще есть свой личный печальный опыт, когда я столкнулся на одном из объектов, делая архитектурную подсветку. Мне нужно было, это было, слушайте, лет 5, наверное, назад, когда вот только-только, ну, радиоканал появлялся, и он был одним из, скажем так, бюджетных средств, когда можно разные группы объединить. Вот, я объединил, через год сосед по участку решил поставить охранную систему, и, собственно, вся связь между светильниками, она потерялась, потому что он работал на той же частоте, что и, собственно, вот эти контроллеры. Поэтому, да, очень важно обратить внимание, что радиоканал крайне аккуратно используют в загородных пространствах. Для локальной квартиры, да, наверное, это неплохой вариант, тем более, что адекватные деньги стоят. Так, окей, идем дальше. Размеры, ну, про размеры мы с вами тоже поговорили, что очень сильно зависит от высоты потолка самого, да, очень сильно зависит от эффекта, который мы хотим получить, мощности его и так далее. И, допустим, эллиптические, кстати, бывают оптики, которые создают, да, определенный контур света, это очень важно, допустим, в коридорных пространствах, чтобы у нас не было паразитки на стенах, да, чтобы не было вот этой дуги, так называемой, да, чтобы ровно свет ложился на пролет, то есть свет там, где он должен быть. Вот, и, собственно, да, разные версии, поворотные, неповоротные, стоящие, ну, скажем так, без возможности изменить угол наклона. И я даже больше скажу, сейчас классная, интересная штука появилась, по-моему, у производителя, о, господи, я могу ошибаться в названии, но FDC, вот, у них есть интересная штука, линза, которая может менять свой угол. То есть ты подаешь микроимпульсы, а он может быть как от узкого до широкого меняется, ну, практически вот за доли секунды. Вот, это такая ноу-хау в сфере света. Ну, про особенности монтажа мы с вами уже успели пробежаться, когда говорили о рамочных и безрамочных решениях. Ну, и, собственно, да, как правило, пользуется такая частная квартира, но, может быть, это и в офисном пространстве. То есть прием достаточно распространенный. Я не могу сказать, что я его люблю, этот прием, но, скажем так, смотрите, если брать, допустим, там, 40 квадратных метров, мы возьмем с вами систему точечного света и систему линейного света, скорее всего, то система просто будет дешевле в конечном счете. Именно по оборудованию, не по монтажу, да, а по монтажу будет выигрывать линейная система, потому что там будет нужен один, ну, или, там, два вывода в зависимости от листики. Вот, то есть, грубо говоря, сравнивая, там, лоб в лоб точечные и линейные системы, ну, наверное, линейная даже была бы поинтереснее, ну, в первую очередь, потому что она не дает линейной системы вот таких вот ярких теней, да, у нас над головой, да, а, собственно, линейка дает очень хорошую цилиндрическую освещенность. Вот, и, ну, где-то, наверное, это актуально в силу своих форм-факторов, да, то есть, я не говорю, что точка – это плохо, нет, просто есть на сегодняшний день уже большое количество альтернатив. Вот. Ну что, идем дальше. Опять точечные системы, тем не менее, они интересны и хороши в своей простоте, наверное, вот так. Так, далее, линейные системы освещения. Ну что, давайте рассмотрим. Тут множество на сегодняшний день просто огромнейшее. Как в этом разобраться? Давайте прям по пунктам пойдем с вами. Значит, какие они бывают? Они бывают страиваемые, накладные, подвесные, смешанные, разных форм-факторов, да, то есть мы можем комбинировать, делать абсолютно какие-то немыслимые рисунки, в том числе даже вот этот профиль, да, который вот мы сейчас с вами видим, его гнуть, делать, ну, скажем, то, что есть вот такой художественный замысел, да, его можно воплотить. И в этом плане вот мне дико нравилось, ну, как нравилось, нравится. Я дикий фанат Захи Хадид, которая, собственно, свет интегрировала пространство, да, и она использовала, конечно, огромное количество линейных систем освещения в своих проектах. Это очень круто. Вот, то есть тот, кто знаком с ее творчеством, наверняка подтвердит мои слова. Те, кто нет, то, ребят, вас ждет увлекательная, наверное, неделя, чтобы познакомиться с ней, потому что, ну, оно того стоит. Так, опять я пропадаю. Да что ж такое-то? Ну-ка, плюсики, если меня слышно. Все в порядке, отлично. Так, кто-то все-таки говорит, что я пропадаю. Убежала, убежала. Так, о чем творчестве Заха Хадид? Ее творчество. Звук природок. Слушайте, вам надо, на самом деле, памятник поставить, потому что вы вот в таких условиях слушаете этот вебинар, вы большие молодцы. Вот, я надеюсь, что в записи будет все четко и ровно. Так, окей, ну что, линейное освещение. Ну, линейное, действительно, на самом деле, очень сильно полюбилось многим, многими дизайнерами, архитекторами. Я больше скажу, что линейные системы, они сейчас очень плотно используются и в архитектуре, то есть, да, для подсветки фасадов зданий. Есть потрясающее абсолютно решение с высочайшими степенями IP, IK. IK – это ударопрочность. Я думаю, что для внутрянки, ну, IK – это не самый, наверное, распространенный параметр, но он тоже важный, потому что бывает так, что в некоторых помещениях это необходимо. То есть, в СИПах регламентируется, тоже про этот параметр должен нужно знать. Так, линейное освещение, да, то есть, какие они бывают? Они как раз-таки делают, да, светодизайн, они делают какие-то, да, световые формы, определенную ритмику, айдентику они делают. То есть, смотрите, вот с правой стороны пространства. Почему бы не сделать, просто взять и вот линейки вот так вот настроить, чтобы сделать определенный уровень освещенности? Это не нужно делать, да, потому что определенную, да, айдентику, то есть, они создают определенный объем в этом пространстве. Да, у нас вот эта линия прерывистая, она позволяет увидеть, что помещение как будто бесконечное. Вот, поэтому визуально оно даже смотрится намного приятнее и комфортнее. В офисных пространствах тоже очень часто это используется. Конкретно здесь это магнитная шина. Про нее, я думаю, что подробнее на следующих слайдах я расскажу. Ну, когда мы можем сами уже варьировать. То есть, шинопроводы открыли, ну как, они к нам пришли из ритейла и открыли просто вот ряд возможностей, которых мы раньше и не мечтали. Да, то есть, кастомизировать свет уже под себя. Потому что им это нужно было для того, чтобы была смена экспозиции какая-то, да, чтобы можно было раз там в год, два года что-то поменять, но при этом не заморачиваться на тему полного перепроектирования света. И чтобы он выполнял свою самую главную функцию, да, продажи. То есть, свет как продажи – это один из крутых инструментов. Вот, и на своих вебинарах я часто рассказываю как раз вот кейсы, там и киевские кейсы, и по ресторанам. Окей, не буду сейчас углубляться. У нас остается всего лишь час, и это только разогрелся. Так, ну что, я уже так плавно перешел от такого линейного освещения к трековому освещению. И здесь вариации, ну, ребят, просто огромнейшее множество, да. Как я уже сказал, что трековые системы освещения, они к нам пришли из ритейла, из хорики, из, собственно, бизнеса. И многим тоже они полюбились. Но смотря, скажем так, разные проекты по квартирному вопросу и подобным передачам, да, как инструмент он крутой. Но, знаете, это вот ложка хороша к обеду, что называется. То есть она нужна в основном, да, если мы говорим, допустим, про точечные светильники, которые в этот трек встраиваются, да, вот как вот здесь на этой картинке, то они в основном, в большей своей массе, это споты. Споты для чего нужны? Для того, чтобы сделать акцент. То есть это вот музейное освещение, это подчеркнуть какую-то, да, какую-то архитектурность, ну, то есть создать определенный контраст. И такими решениями очень часто делают общее освещение в пространстве. И это некорректно. Почему? Потому что когда ты вставишь такую шину и когда ты в разные стороны нацеливаешь светильники, хорошо, если нацеливаешь эти светильники. А бывает так, что, ну, как монтажник смонтировал, так оно и обычно и остается. И может произойти так, что ты входишь в помещение, а тебе какой-нибудь трек да прилетает в глаз. И это супер некомфортно. Приходишь туда, и каждый раз тебе все меньше и меньше хочется находиться там. И ты даже сначала не понимаешь, почему на самом деле, да, то есть что-то тебе становится там некомфортно. А некомфортно как раз-таки именно самым светом. Многие из вас наверняка замечали, когда приходят в какой-нибудь кафе, в ресторан, да, и они не могут себе объяснить, а почему здесь некомфортно. Некомфортно может быть, во-первых, а, не нацелен на сам свет, б, плохое к самому качеству света, и третий вариант – пульсация. И это прям у многих прям панацея на эту тему, потому что в чем проблема? Мы ее не видим своим глазом, да, то есть мы можем увидеть, ну, в самых худших случаях, то есть когда вот уже прям откровенно он пульсирует. И такой бытовой метод, бытовой, да, то есть это не во всех, не в 100% случаях работает, когда мы камеру открываем и видим дикую рябь, да, на телефоне. Конечно же, это не совсем корректно, да, и корректнее всего использовать именно пульсметр. Собственно, вот у меня есть такой приборчик, он сочетает в себе и уровень освещенности, он и яркомер, и, соответственно, может померить пульсацию. То есть заодно померяют пульсацию вот от своего вновь пришедшего светового оборудования, которое как студийное свет. Слушайте, ну, да, он стоит своих денег 1% пульсации. Вот я не знаю, как мне его зафиксировать, но, в общем, 2%, сейчас оно понизится, вот, даже 0,6%. 0,6% пульсации, ну, это говорит о том, что в целом все хорошо. И в наших нормах обычно до 5% должно быть на рабочем месте. Почему во многих офисных пространствах, собственно, у нас с вами возникает синдром сухого глаза? От некоторых знакомых я даже слышал какую-то абсолютно страшную историю, что в медицинском кабинете человек работал, по-моему, что-то в районе 15 лет, и там стояли вот эти люминецентные лампы, которые сейчас у нас, ну, сколько, наверное, процентов 80 случаев в административных зданиях, да, используются. Сейчас идет, конечно, постепенная, как это, реновация, назовем это так. Вот, и у вот этих люминецентных ламп была пульсация что-то в районе 30-35%. Вот, и человеку через 15 лет сделали операцию на глаза. Вот, понятное дело, что, возможно, это там луна в козероге, и там много чего сошлось, но пульсация, да, то есть она ощущается в организме. У вас в глазах, там, понимаете, как будто температура даже повышается. Вот, поэтому пульсация допустима. Ну, смотрите, по СНИПу, да, по нормам, оно должно быть до 5% на рабочем месте. Вот, то есть чем, ну, как бы, чем выше, тем выше. Вот, и, кстати говоря, по поводу диммирования, да, то тоже отдельная песня. Если мы используем с вами ШИМ, широкоимпульсная модуляция, это обычно самые простые драйверы для светодиодов. И когда мы начнем с вами диммировать по широкоимпульсной модуляции, да, получится 60, у нас пульсация будет сумасшедшая, процентов как раз-таки 40. Вот, с чем это связано? Диммирование там происходит за счет того, что происходит скваженность. То есть, какую-то часть времени горит, какую-то не горит. И за счет того, что наш глаз с вами инертен, мы вот это не видим, когда он загорается, когда это до секунды происходит. Но мозгом мы с вами это чувствуем. Но, смотрите, не факт, что от ЛЛ, грубо говоря, ЛЛ – это, ну, вот эминцентные лампы, они бывают с разными дросселями, да, бывают электромагнитные дроссели старого поколения, ну, прям совсем старого поколения. Точнее как, не электромагнитные, сначала магнитные дроссели, а потом уже появились электромагнитные дроссели. В магнитных дросселях, ну, там совсем все плохо было с пульсацией, да, то есть она достигала больших значений, там, 30-20%. Вот, а с электромагнитными стало чуть-чуть получше, они стали и весить меньше, и сами давали, в принципе, достаточно адекватные характеристики, то есть там, ну, 5-10% они доводились. Все сильно зависит у лиминцентных ламп, и компактных лиминцентных ламп очень сильно зависит именно от дросселя, да, который будет на них ставиться. Прям, ну, то же самое, на самом деле, и с драйверами. То есть какой драйвер будет стоять на диоде, такое качество света мы будем с вами получать. Кстати говоря, интересный факт про лиминцентные лампы. Круто, что вы вспомнили. У лиминцентных лампок, я вот думаю, нет, они не единственные. Короче, есть такой параметр у газоразрядных, как цена включения. То есть чем больше мы включаем с вами вот эти лиминцентные лампы, тем для них хуже. То есть принцип какой? На концах трубки, да, вот этой лиминцентной, сейчас вот, да, вот. Есть катоды и аноды, да, которые, собственно, делают разряд в лампе, да, и за счет люминофора у нас происходит уже, ну, преобразование видимой спектра. И чем чаще мы включаем, тем быстрее разрушаются вот эти аноды и катоды, вот этой лиминцентной лампы. Да, и мы сможем гораздо быстрее увидеть с вами вот эти почернения, которые есть на концах трубки. Вот, это значит, что уже она скоро придет негодно. И, скорее всего, она доживает свою срок службы. И чем больше она доживает свою срок службы, тем ухудшаются у нее характеристики, в том числе и пульсация. Вот. Фух, так. Что-то мы от трековых систем ушли уже в эти, в лиминцентные. Так, какие лампы сейчас лучшие, светодиодные? Слушайте, ну, смотрите, точно мы с вами хорошие лампы вряд ли найдем в обе Либор-Лиору Амерлен. Я такой дикий вообще, как это, хейтер, что называется. На самом деле, я ничего не имею против этих магазинов. Я, наоборот, дико их уважаю, что они дают шаговые доступности, практически шаговые доступности, да, там, любые устрой материала. Но со светом, да, там, конечно, есть известные марки, там и Philips, и Osram, и так далее, и так далее. Но там, как правило, самые бюджетные версии. И хороший свет мы там, скорее всего, не найдем. Какие лампы лучше выбрать? Ну, смотрите, большое количество, в том числе и тот же самый. Вот тройка есть, да, большая мастодонтовская тройка. Это Philips, Osram и General Electric. Так исторически сложилось, что это такие мастодонты, которые действительно держат свое производство на достаточно высоком уровне. Но и сейчас они, на самом деле, вот знаете, как вот с автомобилями было, да, Mercedes, BMW и так далее, тоже, конечно, происходит определенная просадка. Да, и сейчас вот производители такие, как а-ля, там, Hyundai и Kia, да, начинают забирать вот этот рынок. И Denalux можно, наверное, такую, собственно, провести параллель, да. Denalux является в этом плане сейчас вот таким а-ля вот Hyundai и Kia, которые начинают, да, больший охват делать. Вот, по уровню качества света действительно очень хорошие параметры. Так, по вопросам, сейчас посмотрю. Так, какие лучше выбрать? Ну, на этот вопрос, я думаю, что ответил. То есть лучше из этой тройки, вот. Ну, и в этой тройке, конечно же, тоже бывают моменты, да, нюансы. То есть первое, что мы должны смотреть, это, конечно, если говорим про светодиоды, индекс цветопередачи, ну, и, конечно, чтобы был хороший драйвер. Как выбрать хороший драйвер, чтобы у него была защита от перегрузки, от перегрева? Ну, вот, наверное, вот эти параметры. Так, можно ли трековую систему монтировать натяжной потолок? Смотря какие, да. То есть если есть закладные, в дальнем смысле они скоро, кстати говоря, появятся. Да, сейчас есть кастомные решения, которые, собственно, монтажники делают, но для того, чтобы это стало массовым, да, сейчас уже есть такая разработка, и можно действительно натяжной потолок делать как однофазные, трехфазные, магнитные системы и так далее. Да, можно. Так, есть прекрасный трек для натяжных, например, сейчас. Ну, есть. Да. Так. Чем отличается на рынок концерта света? Слушайте, буквально в понедельник у меня было интервью вместе с моей коллегой, с которой мы делали один из актеров, и, собственно, было изначально как раз просчитано на нем, который упоминался сейчас в чате, и на двух альтернативных брендах. И получается так, что, ну, скажем так, я к нему достаточно скептически отношусь, то есть у меня есть две позиции, там, позиции с точки зрения предпринимателя и с точки зрения, допустим, именно потребителя. Вот, с точки зрения потребителя они как бы, ну, слушайте, очень сложная тема для прямого эфира, честно. А то пойдет ведь запись, и потом... Ой-ой-ой-ой, ваты на квадратный метр. Не, Мария, это не совсем корректно. То есть в интернете, конечно же, существует, собственно, формула, которая говорит о том, что сколько нужно ватт на квадратный метр, но, к сожалению, в этой формуле у нас нет с вами понимания, какие материалы отделки мы используем для стен, потолка, пола и так далее. Это, ну... Супер важно. Смотрите. Вот, давайте я сейчас переключу приемы освещения сейчас, прям, чтобы было наглядно. Покажу презентацию, в которой наглядно показаны материалы отделки, как они влияют на свет в интерьере. Так, сейчас я быстренько пролистаю. Так, сейчас, 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 сейчас. Так, 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 так. Так, сейчас, 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 сейчас. Момент, момент, момент. Вот, вот здесь, смотрите. У нас здесь только изменен потолок, по большому счету. То есть, и посмотрите, как сильно отличаются уровни освещенности на левой, на правой картинке. Да, вот. Поэтому, да, формула здесь будет не совсем корректная. Лучше всего, конечно, себя проверять в расчете диалюкса. Да, конечно. Так, что понятно, в плане, смотрите. Был вопрос задан на тему того, что сколько там ватт на квадратный метр и так далее, как делается расчет. Расчет обычно делается в, конечно же, мы проверяем себя в программе диалюкс, которая помогает оценить пространство с точки зрения и стены, и потолка, и пола. То есть, мы эти все параметры, ну, заносим, и, соответственно, понимаем, как происходит перераспределение в этом пространстве. Вот. И, конечно, формула здесь, она будет, знаете, из серии того, чтобы понять порядок хотя бы. Да, то есть, ну, наверное, в этом случае, опять же, понимаете, если мы говорим про систему освещения, ну, сколько ватт на квадратный метр? Ну, смотрите. Если брать в среду больницы, ну, наверное, 9, ну, будет окей. Но это же не ответный вопрос, по большому счету. Вот. Я к этому, что от проекта к проекту вот эти цифры, они сильно могут разниться. Так, ну что, давайте дальше продолжим. Мы остановились с вами на трековых системах освещения. Они бывают однофазные, трехфазные, магнитные системы освещения на 24, на 48 вольт и так далее. И когда я приводил пример, допустим, про ванную комнату, что мы ни в коем случае не должны там использовать трековое освещение, это касалось именно однофазного и трехфазного трека, да, который имеет открытые шинопроводы. Вот они у нас открытые шинопроводы, и туда вставляется, собственно, сам световой прибор. И с магнитными такой проблемы нету, потому что там течет постоянный ток, и ты хоть, ну, скажем так, обли его там водой и так далее, ему, по сути, еще не будет. Только единственная контактная группа, ну, скажем так, закоррозировать. То есть, ну, будет быстрее прийти в негодность. Поэтому, конечно, лучше таких вещей не допускать, но это не страшно с точки зрения электробезопасности. Вот, окей. Соединяться могут они абсолютно разной формы. Сейчас используется и трековая система, которая плавно перетекает со стены на потолок, в пол, там, и так далее, и так далее. То есть здесь, опять же, все зависит от творческой какой-то составляющей, да, инструментарий под это есть. Вот, и что важно знать, кстати говоря, чтобы по треку. Они, знаете, как у многих производителей, как айфон. То есть он, ты не можешь взять, допустим, нордик алюминий, да, и взять какого-нибудь там, какого-нибудь производителя. У них вот эти пины, обычно именно, да, фаза нейтраль, они могут отличаться между собой. Поэтому, обычно, да, надо брать, вот, экосистему, что называется, да, то есть, например, там, Центросвет-Центросвет, там, Деналюкс-Деналюкс, Игуцини-Игуцини, да, условно, там, Эрка-Эрка. Вот. Не все могут работать с нордиком, который самый такой распространенный именно, сам поставщик треков, ну, как, треков, да, таководов, так называемых. Вот. Поэтому, да, тут такой момент. Так, вопрос от Любовь-М. А если, например, помещение не очень большое, потолок очень высокий, скошенный, это будет влиять на то количество света, которое потребуется. Ну, то есть, влияет ли высота потолка на количество требований освещения? Ну, смотрите, если вы имеете в виду, что у вас, допустим, черда, да, где есть скатные пространства, я бы тогда использовал желтый свет, то есть, сделал бы линейный свет, который будет вот так вот по вот этому скату светить, и мы получим суперкомфортное освещение, но при этом абсолютно не блеска и не будет никаких там точек использования. То есть, вариантов, ну, много, и вопрос, собственно, влияет на количество света. Ну, чем больше у нас будет притражаться, если вы будете использовать белые материалы, то нам света, в принципе, нужно будет вообще по минимуму использовать. Так, трековые системы обычно используются, как я говорил изначально, они пришли к нам из ритейла, из хорики, музейном освещении очень часто используются, потому что там часто происходит тоже смена экспозиции. Ну, и внутри, конечно же, да, многим они полюбились, стали интересны и так далее, да. То есть, большие-большие плюсы, разные есть варианты и по оптикам, и по всему остальному. Так, ну что, перейдем к накладным светильникам. Да, это отдельная тема, там, где у нас нет возможности с вами сделать какой-то потолок, либо накладной, либо, ну, в смысле, натяжной, гипсовой и так далее. Вот, поэтому здесь мы можем использовать, да, накладные версии. Они, во-первых, могут быть обусловлены самим дизайном пространства, да, они могут быть обусловлены какой-то ритмикой, которую мы делаем, либо просто мы не можем физически с вами сделать там, ну, выпуск какой-то. Поэтому, да, на помощь приходят накладные, они обычно из серии, из серии очень похожи с встройками, либо с магнитными системами, то есть, грубо говоря, они практически вот одна фамилия, да, то есть, одна серия, которая может модироваться разными способами, то есть, это и встройка, и накладные, и стройки, и стрековые, и так далее. Вот, собственно, да, накладные. И, какие нюансы по накладным, да, мы должны с вами, так же, как и с точечными светильниками, прокидывать каждому источнику питания, да, собственно, мы должны понимать обивод, да, который нам нужно будет подключить каждый из этих приборов. С стрековым же тут намного проще. Да, у нас есть всего лишь один вывод, и мы на этот один вывод можем подключить достаточно большое количество. Это большой классный плюс, когда, к сожалению, так или иначе, ну, про их освещение было забыто, да, и у нас, ой, остался один вывод. И даже в этом случае можно работать с пространством, можно делать разные приемы осенние, да, про приемы, кто у меня слышал уже, какие плюсики? Так, листайте, чуть-чуть написать. Окей. Кто про приемы слышал, да, какие они бывают? Вспомним с вами, какие приемы существуют. Так, ну, смотрите, я в процессе презентации уже говорил. Смотрите, какие существуют. Общий, да, это, собственно, свет, который помогает нам добиться определенных задач в пространстве, то есть, ну, наполнить наше пространство светом, да, то, как называемый функциональный свет. Давайте я вам включу подсказочку. Так, вот они, приемы. Смотрите, значит, их несколько. Общее освещение, фоновое освещение, местное, локальное, декоративное, альбинационное, акцентное и графический свет, да, и трековый свет здесь может решить сразу несколько, ну, несколько запросов, да, ведь только приемов мы можем на нем исполнить, собственно, это и общее освещение, когда мы на трек ставим, собственно, линейный светильник с широкой оптикой, мы добиваемся определенных хороших цилиндрических освещенных. Далее мы сделаем на нем, собственно, понятно, да, акцентный свет, мы можем закрыть, мы можем закрыть на нем декоративное освещение, да, есть очень красивые подвесные истории из самого трека. И, ну, наверное, все, да. Мы можем, единственное, ну, есть еще варианты с графическим светом, то есть поставить специальные аксессуары, которые могут создавать определенную ритмику. Так, окей. Поэтому смотрим, что у нас есть. То есть если мы на этапе нового проектирования, то окей, мы можем с вами сделать сразу разводку для накладных, для обстроенных светильников. Ну, кстати говоря, и по треке идеально тоже в самом начале заходить, для того, чтобы придерживаться принципа «свет из ниоткуда». Так, еще вопросы. Так, а почему накладные не для подвесных или натяжных? В чем смысл они отличаются от трековых? Ну, смотрите, сам форм-фактор, да, то есть это такой стенд-алон светильник, может быть, группа светильников легко. Они, конечно же, могут быть накладными на гипсовый, просто, например, да, то есть вот накладные, ну, не накладные, а встроенные, что в самом начале говорил, вот, они как правило используются на, там, чистый бетон, на какую-то поверхность. Ну, нет, я не говорю о том, что их нельзя использовать на гипс-картон или натяжной, можно, конечно. Под натяжной просто закладная будет нужна, вот. Поэтому легко, свободно, если это обусловлено, собственно, да, самим форм-фактором интерьера. Why not? Только, только приветствуется, скажем так, да, если это нужно атмосферу. Так, далее, еще вопрос. Можно смешать накладной светильник относительно... Так, можно ли смещать накладной светильник относительно проложенного провода? Светлана, не совсем понимаю вопрос. Пробуйте переформулировать. Так. Ну, вот, да, то есть как раз-таки Александра Анастасия Гарц все правильно ответила, да, что хорошо подходит именно для светильника, для потолков без опуска. Ага. Так, окей, существуют, собственно, вот эти накладные светильники. Ну, да, где у нас как раз-таки потолок без какого-либо опуска, как правило. Там, где у нас и так потолок низенький, да, мы не можем что-то использовать. Кстати говоря, один из кейсов тоже был, сейчас я покажу, сейчас я покажу. Вот здесь вот где-то у меня один из кейсов был. Сейчас, 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 один из кейсов. Сейчас, где он? Вот здесь, наверное. Да, 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 вот здесь. Смотрите, вот тоже здесь потолок, да, такой декоративный, живой один из кейсов. Вот прекрасная гигитная шина, которая используется, смотрите, и функциональный свет, и декоративный свет, да, который свисает, собственно, дает определенную формулу, и акцентный, собственно, для того, чтобы привлечь наше с вами внимание. Ну, вот, и так вот мы в укрупненке видим. То есть, вот, видите, комбинация разных приемов. Так. Слушайте, по поводу штроббитов, в случае нельзя, штроббить 100% нельзя, но многие ловкачи, действительно, ну, профессионалы своего дела, делают бетонное петонажем полое, да, то есть у него есть отверстие, и по этим отверстиям, собственно, да, высверливают, и не нарушают целостность, по большому счету, да, то есть прокидывают вот так вот провода, и, естественно, выкручиваются из ситуации. То есть, ну, я разного на монтажах вид, плохая история, ну, с точки зрения рискованная, но, тем не менее, если специалисты по монтажу большие профессионалы, они будут в полостях проводить этот кабель. Так, друзья, давайте, наверное, вопросы вы не пишите, я, наверное, буду в конце их читать, потому что очень сильно я отвлекаюсь, и у нас еще с вами много чего впереди. Так, собственно, возвращаюсь к накладным системам, потому что мы с вами только половинку примеров, собственно, да, какие следующие приемы? Подвесные светильники. Подвесные светильники, такие именно технические, они чаще всего используются, конечно, в офисных пространствах, они используются для подсветки локального рабочего места, то есть очень часто бывает, что, да, подвесные, это могут быть и линейные системы, и трековые системы, и непосредственно там сами светильники, причем плюс некоторых из них, да, плюс тем есть подвесной светильник с отраженной составляющей. Отраженный свет вообще, в принципе, самый комфортный, да, то есть если у нас с вами есть такой подвесной светильник, и у него потолок имеет белую матовую структуру, то вечером мы, как правило, в офисных пространствах увидим, что горит именно отраженный свет, да, который уже не самый интенсивный, потому что, конечно же, да, большое количество света теряется, но при этом он не раздражает глаз, он максимально комфортен. Кстати говоря, в детских помещениях как раз-таки лучше всего использовать отраженный свет, да, то есть без какого-то направления, без каких-либо, ну, каких-либо ярких источников, да, чтобы не травмировать детский глаз. Вот, и, кстати говоря, по поводу детских, да, у меня есть такие там список рекомендаций, потому что детская, да, зритель НЕФ, он формируется до 14 лет, и здесь важно в детской комнате до этого момента, конечно, обеспечить лучшие, ну, световые характеристики, чтобы, во-первых, смотри, что важно. Важны высокие индексы цветопередачи, чтобы у ребенка с самого детства были правильные ассоциации, да, то есть если это красный, то это красный, если зеленый, то зеленый, да, и так далее. Вот, чтобы у него, когда он серчит мир, да, то есть он когда протестит мир, у него все это было, ну, скажем так, правильно изначально, чтобы потом не пришлось его переучивать и говорить, что вот это такой цвет и так далее, потом не должно быть ни в коем случае у источников с пульсациями, да, потому что зрительный НЕФ формируется, и это может переходить в действительно хронические головные боли, к сожалению, да, и ни одна статья на эту тему есть, которая говорит о том, что ни в коем случае в детских пространствах, в детских помещениях нельзя использовать светильники, хоть маломайские с какой-либо пульсацией. Поэтому с этим аккуратненько, вот, значит, отраженный, без пульсации, с высокими декоративными передачами. Всего три правила, на самом деле. Вот так, так, окей. Так, есть ли перекрытие монолит? Что делать? Нет, ну, обычно, если что, монолит, то накладные бывают системы, либо по полу, я тоже видел, что проводят, да, и какие-то, ну, открытую проводку. Все зависит, опять же, от стиля. Если невозможно, то, конечно же, надо будет опускать, в любом случае, да. То есть, если не открытая проводка, то по монолиту, ну, нельзя никакой случай торопиться, это, ну, глупо небезопасно. Так, подвесные светильники. Идем дальше, смотрим, какие есть вариации. Абсолютно в разных форм-факторах очень многие используются, там, в том числе и индустриальные светильники, да, там, так называемые кабаны. Вот, поэтому вариаций огромное количество. Законизная подсветка. Переходим к нашей любимой теме. Обожаю эту тему, потому что очень много ошибок с ней возникает, с ней возникает огромное количество именно нюансов и так далее, и так далее. Смотрите, значит, по светодиодной ленте. Всегда светодиодную ленту нужно использовать с каким-либо профилем. И если она у вас не видна, она у вас где-то находится в карнизе, да, то для того, чтобы у нас не было с вами вот таких вот, да, перегибов и всего остального, лучше всего использовать просто, да, алюминиевую рейку. Ну, можно свободно ее купить, да, в том же самом Леруа Мерлене. И что она нужна? Во-первых, не будет писать, да, светодиодной лентой. Во-вторых, для теплотворения. Так, коллеги. Все, 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 я здесь, слышно. Отлично. Продолжим. Важно использовать профиль для, как минимум, для охлаждения. Если он где-то открыт, либо в прямом наблюдении он находится, да, то здесь очень-очень важно, чтобы не было точечности, да, то есть чтобы не было, как мои говорят коллеги, гребенки, да. Вот. Ну, и все зависит от высоты, от этого профиля, от шага самой ленты, потому что разное бывает, 60 диодов на метр, бывает 120 диодов на метр, 198, 240, сейчас вообще есть сплошные решения. Вот. Поэтому оно зависит еще и от цены. То есть, грубо говоря, там 60, 120, они самые распространенные, поэтому цена на них не высока, а то, что уже дальше, там 198, 240 и так далее, то там цена может доходить и 700, и 800 рублей, собственно, за метр, да. И, конечно, светодиод, светодиоду огромная рознь, прям сумасшедшая разница. Вы сами наверняка могли видеть, что есть, там, диодная лента, там, метр стоит, там, серия, там, 100, 150 рублей, да, и бывает точно с такими же характеристиками по мощности, по цветовым температурам, там, да, за 300, за 400. Почему такая разница, спросите вы? Да, на самом деле все очень просто. Многие девушки, которые, собственно, да, готовят пироги, наверняка смогут легко понять какую-то ассоциацию, да. Представим себе, что мы готовим с вами пирог. Почему такая ассоциация? Потому что диод, по большому счету, он также запекается в печи, да. И мы с вами берем ингредиенты, что там хлеб, ой, не хлеб, там, что яйца, молоко, сахар, да, и так далее, и ставим, да, смешиваем все это, ставим в печку. И когда мы получаем с вами вот этот пирог, да, скорее всего, где-то лучше пропекло, и скорее всего, где-то, да, ну, чуть хуже, возможно, да, плюс. С диодами примерно та же самая ситуация. И их существует действительно огромное количество. То есть есть диоды, которые хорошо, там, кризис, да, и у него характеристики плюс-минус, там, 5%, да, они идут в самые топовые светильники, а-ля вот Эрка, это майбах среди, собственно, всех светильников. Ну, вот я считаю, именно по техническому свету, да, то есть у них в этом плане прям, ну, вот они большие молодцы, и качество, ну, на высоте. Вот, а бывает, соответственно, да, уже по не спадающей. И таких градаций, градаций огромное количество. Вот. Есть, собственно, так называемый шаг Макадема, да, и, собственно, три, да, это тот момент, когда мы с вами не увидим различия между цветовыми температурами. Где он выше, соответственно, различие цветовой температуры мы с вами увидим очень-очень хорошо. Бывает так, что как раз вот в той ленте, которая там за 100-150 рублей, мы с вами можем увидеть абсолютно полярную историю, да, когда у нас и теплая, и холодная температура. И у многих производителей, понимаете, получается какая история? Что свои параметры по, ну, по цветам, по цветовой температуре, да. То есть у меня был случай, когда я брал Philips и брал, ну, скажем так, другу из Поднебесной. И точно я был уверен, что там 2700, то в другом. Надо, кстати, этот слайд обязательно прикрепить. Сейчас не знаю, смогу ли я его оперативно. Ну, короче, с ученым, что я взял тоже достаточно бюджетные лампочки, решил поэкспериментировать на себе, так делать не стоит. Точечные вот так вот по периметру. Тоже было заявлено 2700 кельвинов. Но по факту, по факту, получилось, что там было 4700, почти 5000 кельвинов. Представляете, какая разница, да. То есть у производителей, ну, вот, окей, вот у меня 2700, она вот такая. Вот, и вот тут есть опасность. И опасность какая? Что от партии к партию это значение может быть разным. Вот что, да. То есть вот тут очень опасные и скользкие моменты. Почему, собственно, да, цена, она отличается. У светодиодной ленты там за 100, за 150 рублей. И у, ну, за 300, за 400 и так далее. Собственно, да, это как раз говорит о том, что, скорее всего, у вас будет, да, одинаковая цветовая температура у диодов. Чем еще выше на ступень, тем, соответственно, из другой партии она тоже будет одинаковая. То есть SDSM, такой параметр, да, будет троечка. Так, тут я смотрю, много-много вопросиков поступило. Давайте я сейчас скажу, собственно, карнизную историю со светодиодными лентами и переключусь тогда к вопросам. Так, ну, примерно поняли, да, в чем различие получается у светодиодных лент. И, в принципе, со светодиодами такая история, да, со всеми. То есть ты можешь взять какой-нибудь бюджетный светильник, и, к сожалению, один и тот же, вроде бы, кажется, из одного семейства, он может очень сильно разниться и отличаться. То есть в случае, когда нужно, допустим, сэкономить, знаешь, что я советую? Брать хорошую лампочку, например, да, то есть вот то, что мы с вами пару минут назад обсуждали, и стройки, либо еще какие-то альтернативные варианты, и просто арматуру световую. То есть мы берем какой-нибудь форм-фактор, там накладной устроенный, и берем лампочку. В этом случае, да, если мы берем хороший источник сам по себе, да, то окей, мы себя обезопасиваем от формата того, что будет разная цветовая температура. Так, у нас очень мало-мало времени. Слушайте, да, у нас 20 минут, а, собственно, я примерно на середине. Поехали дальше. Собственно, по закарнизной. Это действительно один из таких любимых приемов. Он, как правило, используется в фоновом освещении. Кстати говоря, вот давайте я вам покажу. Вот мы с вами пробежались по разным сценариям, да, то есть мы с вами пробежались про базовые приемы. И смотрите, как они между собой могут комбинироваться, да. И по многим приемам вы сейчас будете видеть, кто где используется. Здесь как раз комбинация разная. То есть используем, смотрите, профиль с, по-моему, там четыре ряда ленты. И, собственно, да, подвесной светильник. Далее, следующий вариант, да, я использую местный свет. То есть мы сейчас с вами как раз вот про приемы и про разные способы, скажем так, монтажа светового оборудования пробежимся. Далее как раз таки вот она, карнизная подсветка, да, по периметру стоит. И мы видим, как заграла вот эта стена. То есть тут мы не понимаем, что она имеет какой-либо объем, да. Когда мы сделали светотень, скользящий эффект, соответственно, да, эта светотень, она появилась. Далее используется такой функциональный встроенный свет. Да, это уже там следующий сценарий. Добавляется графический свет. Акцентный свет над бюстом, да. Мы сразу его именно замечаем на этой картинке. Вот, как видим, что в одном пространстве, да, мы сочетаем разные источники света и разные приемы освещения. То есть тут каждый хорош, собственно, да, в своей области. Так, вот такие моменты, конечно, мы можем с вами получить только в случае использования дополнительной оптики. То есть это уже не профиль и не лента, да, это уже готовый световой прибор со скользящей оптикой, да, с узкой, там, 10 на 60. Так, кстати, по поводу КСС-ок. Знаете, да, что это такое? КСС-оказательство. Это кривая сила света. Ну, он нужно так показать. Показываю на пальце. С вами есть источник, да, и из этого источника, собственно, у нас выходит световой поток. Вот, вот, запомнили, да, вот у меня над головой источник. И симметричный, он имеет две плоскости. Одна сторона и другая сторона, да, это у нас симметричный. Вот то, что я сейчас показываю, это примерно, ну, 30 на 30, да, ну, 30 градусов. Да, чем шире, соответственно, да, это уже 60, 120 и так далее, и так далее. Узкий, соответственно, 5 градусов, он тоже симметричный, этот пучок выходит. А симметричный, он, смотрите, широкий в одной плоскости, да, то есть, например, как раз тут стена, а тут у нас асимметричный с вами источник. Здесь у нас 60 градусов, а вот в этой части, да, когда как раз светильник взаимодействует с поверхностью 10, он узкий. И тем самым он ложится ровно на, собственно, эту стену. И у нас получается прекрасный светотень. И вообще во многих европейских компаниях многие, собственно, светодизайнеры, они могут, ну, варьироваться их должности, в том числе архитектор по тени. Это в компании Via Bizuna, да, архитектор по тени. Ну, круто, что они вот подходят именно, да, вот, даже название у них есть для этого специальное. Вот, поэтому, да, здесь, конечно же, никакой ни профиля, ни лента. Здесь готовый световой прибор с узкой скользящей рультикой. Вот, ну, да, он, конечно, очень сильно излюблен, этот прием, и используется, ну, скажем так, наша творчество с вами не ограничено. Графический свет, да, то есть, когда свет является непосредственно таким, знаете, как, киром художника, да, и мы можем с вами здесь варьировать абсолютно разный, не быть ничем ограниченным, да. То есть, бывают контурные светильники, которые создают именно эмоциональный формат, да. То есть, я давно уже говорю о том, что сам светильник, по большому счету, да, то, что мы сегодня говорим, его форм-фактор и так далее, он порой не имеет даже значения. Человеку необходима эмоция, человеку необходимо решение его задачи. Мальчики, когда делают, собственно, отверстие в стене, они что делают? Они не дрель покупают, они покупают как раз-таки это отверстие в стене, да, поэтому тут тоже важно понимать. Вот, и как эта графичность может выглядеть? Многие, кто был, допустим, в заряде, когда, собственно, еще было открыто, на одном из куполов вы видели айдентику, которая как раз-таки, да, вот здесь изображена. То есть, на вот таком белом матовом куполе очень классно смотрится вот эта айдентика. Прям вау всегда. Волвошеры, да, заливка стен. Очень интересный эффект, мало кто, к сожалению, его использует. Я надеюсь, что сегодня вы меня послушаете и чаще это будете использовать. Заливка стен. Очень классный прием, на самом деле мы добавляем крутейший объем, да, но и, смотрите, к ССКу у него, у этого светильника, не знаю, как упал, вижу, как приблизить. Вот, к ССКу у него выглядит следующим образом. Да, то есть, это асимметрик, о котором я как раз говорил, да, он не создает никаких дополнительных пятен, но при этом он практически невидим, и мы можем сделать подсветку, добавить объем. Там, где есть у нас какая-то архитектурность, какая-то интересная текстура, конечно же, лучше ее использовать. Разные приемы существуют. Это могут быть трековые, это могут быть, собственно, светильники общего освещения, и так далее, и так далее. Да, вот это, кстати говоря, отдельная тематика, потому что вот я такой, я первый раз увидел, по-моему, в фильме про Бэтмена, когда, собственно, да, Бэтмен шел по... Как его там, гараж, не гараж, да, с лабораторией, где у него производилось разное его там оружие, да, и он шел, и постепенно-постепенно за ним такой, как бы, след, выключались источники света и так далее. Это смотрится классно, но там нету объема. То есть мы создаем такое, как бы, световое полотно, но мы перестаем видеть здесь какую-либо светотень, потому что мы получаем максимальную цилиндрическую освещенность. То есть, да, это смотрится круто, как будто у нас небо над головой, но это, вы знаете, опять же, такая суперситуционная история. То есть некоторые очень любят, допустим, в ванных комнатах себе использовать такие световые полотна. Как это делается? Берется, собственно, натяжной потолок, берется световые модули с определенным шагом и обязательно красится в белый матовый слой, потом берутся, собственно, алюминиевые рейки, на эти алюминиевые рейки мы уже располагаем световые модули, да, и смотрим, какая высота, чтобы не было никакой точечности. Почему белый обязательно надо красить? Потому что будет переотражение дополнительное. Если этого не сделать, то, к сожалению, мы будем видеть то, что будет на потолке. Так, далее. Все, я ускоряюсь, у нас остается 15 минут, нам еще с вами вопросом пробежаться. Собственно, настенные светильники. Ну, здесь вариаций большое количество. Они могут использоваться как и во внутрянке, да, именно в интерьерном освещении, так и в экстерьерном освещении. Вот, и здесь все зависит от того, какую художественность мы хотим с вами получить. То есть, либо это будет просто как навигационный свет какой-нибудь, а-ля, да, либо мы можем даже целые какие-то композиции из этого сорвать. Да, ну, вот, посмотрите. То есть, это можно в этом плане рисовать цветом. У нас настольные светильники, да, тоже бывают абсолютно разного формата. Это тот самый местный свет. Помните, мы с вами пробегались, да, это вот местный прием. Судя из названия, да, местный, собственно, по конкретной задаче для чтения книги, как правило, либо какая-то работа производится там, где он нужен. В офисе в Венке, я помню, когда делал, мы делали общий свет. И, понимаете, свет – это очень субъективная величина. Его хоть и можно померить, да, есть типы, есть нормы для этого, но каждому, да, свое нужно. То есть, кому-то там 300 люкс недостаточно, кому-то, наоборот, очень ярко. Поэтому местный свет в этом плане позволяет подстроить под себя конкретно это освещение. Напольные светильники, ну, чаще всего мы, как-то такие, можем увидеть в европейских офисах, да, чаще всего используются. Такое, конечно, в 3D. Как он? 3DD, по-моему, один из самых популярных и скачиваемых светильников. Тем более, что, по-моему, он уже не производится даже. Вот. Поэтому вариантов огромное количество. Вот. И очень хотел ваше внимание уделить именно на встраиваемые светильники в пол. Смотрите, если мы говорим, допустим, с вами про светодиод, когда он заключается в какое-то, ну, такое, изолированное пространство, он может, если мы говорим про улицу, то он может насасывать благу, да. То есть, когда он горит, и он из-за разности давления может в себя насасывать этот конденсат. Многие из вас, когда гуляли, допустим, по улице, мы видели, собственно, такие приемы, которые используются, да, ну, на брусчатке, либо в лето, да, вы могли видеть капельки воды на внутренней стороне оптики. Почему так происходит? Да, когда он горит, он набирает определенную температуру, достаточно высокую температуру. После того, как он выключается, происходит разница давления, и вода вот это заходит внутрь. Поэтому здесь, конечно же, очень важно делать правильный дренаж, и ни в коем случае просто в бетон его нельзя вставлять, иначе срок службы, конечно, будет очень сильно ограниченный. Поэтому, да, светильник в пол – классная история, но ее использовать, конечно, очень аккуратно, потому что даже самые крутые светильники обычно служат, ну, года по три, по четыре, а то и меньше. Вот, поэтому там, где лучше, ну, как бы, лучше иногда от них даже отказываться. То есть я очень с опаской отношусь именно к светильникам, встраиваемых пол, именно в наружном освещении. Внутри, пожалуйста, да, там не такие большие мощности, можно спокойно такой прием использовать. Тем более, что, да, смотрится он, конечно, потрясающе. Особенно в архитектурке он, ну, чаще всего мы можем с вами встретить, там, освещение набережных и так далее. Итак, ну, собственно, кейсы, да, с разными приемами. И хотел обратить ваше внимание, например, да, что почему нельзя забывать про юстировку на объекте, то есть когда вы, допустим, используете какой-нибудь шинопровод, очень важно правильно настраивать ваш свет. То есть изначально было бы неплохо изначально продумать, для чего там нужен шинопровод, какие источники будут использоваться, что подсвечивать, вот, и не забывать их правильно, иначе можно получить блесткий эффект. То есть человек, стоя вот где-то вот в этой точке, да, он получит такой, солнечного зайчика. Тоже очень важный момент. Вот, подвесные накладные истории. Так, и теперь давайте, наверное, я, в принципе, по всем типам пробежался. Я думаю, что время перейти тогда к вопросу. Тем, что остается буквально 10 минут. Так, ну что, па-па-па-па-па-пам. Листаю, листаю, листаю. Так. Так, вот, наверное, как раз вот на моменте слышно. Так, Анастасия Гарц спрашивает. А если сама проводка изначально плохая в квартире, будет ли влиять на качество освещения? Вот купили качественные светильники, лампочки, например, а проводку не поменяли. Слушайте, ну, смотрите. Конечно, проводку, ну, желательно где-то лет 30-20, да. Свет, это технически, вот именно если светодиоды рассматривать, это технически сложное устройство все-таки, да, как-то там телевизор тот же самый. И он очень сильно зависит от качества сети самой, да. И если в самом светильнике, в драйвере нет защиты от перегруза, от перегрева, от короткого замыкания, то, к сожалению, удар он возьмет на себя и может достаточно быстро выйти из строя. Я многим заказчикам, которые находятся, допустим, в каких-то загородных домах, коттеджных поселках и так далее, где сварки, ну, в общем, какие-то очень серьезные потребители в сети находятся, да, лучше всего ставить стабилизаторы, чтобы не было именно просадки по напряжению, потому что, ну, так или иначе, оно очень сильно может повлиять на светильник, потому что это все-таки, да, ну, вот, технически сложное устройство. Поэтому, конечно, к ней определенные гарантии на обязательности. Так, далее. Повторим, правда, фирму по светодиодам. Слушайте, ну, фирму, правда, по светодиодам, именно по самим кристаллам, тут огромное многообразие. Это может быть иксиката, икри, и люни-лец от того же самого Филлипса. Это могут быть качественные, крутые, да, именно сами кристаллы. Вот. Это могут быть и бюджетные эпизары. Вот. Поэтому, среди прочего, ну, кстати говоря, мастодонты, такие как Samsung, например, у них тоже очень классные диоды. У Sharp, у LG. То есть тут, на самом деле, огромное многообразие. Кто-то чем-то лучше, кто-то чем-то хуже. Тут надо просто, ну, скажем так, брать конкретный пример и применять. Так, что про R-Live? Ну, про R-Live. Так, так, так. Как бы так деликатно съехать-то? Ну, в целом, они молодцы. Так, далее. Так, это, видимо, я спрашивал опять по поводу КСС-ки. Так. Презентация, как называется ваш классный прибор, который я измеряю? Так, вот эта штучка, так, сейчас. Вот это называется, он соединяет в себе три прибора. Это и яркомер, и люксметр, и пульсометр, да, то есть который измеряет три параметра качества света. Еще один важный, конечно, параметр, но у меня пока нету столько денег. Это спектрограф, который позволяет оценить, собственно, какое качество реально, собственно, да, источник дает. Вот, то есть индексы цветопередачи, получается. Но смогу когда-нибудь его себе позволить, и это будет круто. Когда ты приезжаешь, делаешь аудит, и понимаешь, что так и что не так с этим светом. Я, кстати, да, очень много проводил аудитов для кафе и ресторанов. Я сам в том году, мне настолько была эта тема интересная, прошел обучение и стал управляющим, ну, общепита. Вот, посмотрел на эту историю изнутри. Вот, очень захватывающе, особенно сейчас. Прямо обхохочешься, как захватывающе. Так. Вот, а вот этот прибор, который еще один я с собой брал, да, это тестер цветовой температуры. Собственно, он очень хорошо помогает при выборе материалов в отделке, потому что мы с вами понимаем, что, например, с красным кирпичом мы, скорее всего, будем использовать теплые цветовые температуры, да, с белой стеной, скорее всего, мы будем использовать с вами нейтральную цветовую температуру, потому что оно в контексте будет смотреться намного-намного лучше. Так, далее. Как стать светодизайнером? Советы от профи. Слушайте, ну, смотрите, я сам по образованию светотехник. Да, я отучился в Московском энергетическом институте, и я учился по таким Талмудам, Динберга и так далее, где огромное количество формул. То есть я понимаю физику света, я понимаю, как он, ну, скажем так, не то, как распространяется в пространстве, но и как он будет взаимодействовать с разными материалами. Как стать светодизайнером? Ну, вы знаете, такая профессия светодизайнера, да, у нас в России пока ее нету, то есть официально имеется в виду, в реестре, да, то есть светотехник, да, окей, такая профессия есть. Светодизайн, ну, я думаю, что это светотехник с высокой степенью насмотренности, и я для себя сделал определение, ну, светодизайнер — это человек, который находится в духу поставщиках. Собственно, это и техник, который хорошо знает природу света, и который может, собственно, да, ну, нормальное чувство прекрасного у него. Наверное, как-то так. Поэтому, как стать этим дизайнером, понимать базовые основы физики о свете, да, что свето — это, в первую очередь, магнитная волна, и как с ней работать. Вот, и дальше уже непосредственно, наверное, вживую брать источники света, смотреть, как это светит. Я, кстати, когда у нас еще не было карантина и всего остального, собственно, очень часто провожу разного рода живые мероприятия, мастер-классы, и есть еще и обучение, собственно, да, по степени набора группы. Ну, там как раз-таки именно практикой занимаюсь, потому что свет надо ощупать. Свет — такая материя, которая как бы не увидишь, не поймешь, что называется. Так, следующий вопрос. Еще раз, про пульсацию. Где на упаковке лампочки или трансформаторе увидите информацию? Точнее, какой показатель за это отвечает? К сожалению, это большая, огромнейшая проблема. Многие производители этот параметр не указывают. Это большое упущение. Его можно померить с помощью специального приборчика пульсметра. И многие, кто, допустим, действительно уверен в качестве продукции, указывают на продукцию, что фликер-фри, так называемая, да, то есть без пульсаций, фликер-фри. Вот, но, как правило, мы это увидим нечасто. К сожалению, я думаю, что в этом плане, да, многие из производителей так или иначе скоро начнут подобные вещи делать, потому что сейчас уже садат именно на свойства, которые он дает. Поэтому рынок будет меняться, это 100%. Так, где анонс обучения? Смотрите, давайте я ставлю контакт для вас. Во-первых, я хотел еще пробежаться, пока еще есть время. Что важно знать нам с вами? Мы сегодня контекстом очень много говорили про качество света, про индексы цветопередачи. Мы с вами разобрали, чем он выше, тем лучше мы видим с вами оттенки. У разных источников он разный. Так, это я пробегу. Короче, смотрите, чтобы сейчас не занимать эфир, я ставлю свой контакт, напишите мне, я хочу сделать правильный свет, и оставлю свои координаты. Собственно, есть нормы европейские, есть нормы российские. Вот, напишите сюда. Пришлю их и пришлю таблички. Я заморочился одно время и решил с каждой текстурой поиграться. То есть, например, там желтый цвет. Как он будет себя вести с холодной цветовой температурой? Как он будет себя вести с теплой цветовой температурой? И в ответ на письме я вам напишу по поводу как раз вашего вопроса, что по поводу анонса обучений. И, кстати, сейчас у нас такой некий марафон совместно с Доналюксом. Каждый день я выходил в эфиры с их аккаунта в Инстаграме. Поэтому подписывайтесь на эти цветы дизайнеры по урбанистике. Так, ну вот, смотрите, вот мой контакт. И программу я сразу еще оставлю. Значит, подписывайтесь на Арденалюкс Лайт, чтобы смотреть за прямыми эфирами. И вот мой личный аккаунт, куда, собственно, можно будет подписаться, чтобы посмотреть анонсы мероприятий. Вот. Так, у нас с вами остается практически ничего. На многие вопросы ответил. Если на какие-то вопросы я не ответил, извините, это было не специально. Если вы просто пролистал, вы можете мне отправлять их в личку. С удовольствием отвечаю, стараюсь максимально оперативно. Вот. И лучше всего, конечно, писать, наверное, в личный аккаунт. Там больше вероятность, что я оперативно отвечу. Потому что писем, к сожалению, много каждый день. И, возможно, не успеваю оперативно отвечать. Вот. И вам тоже спасибо огромное, что были сегодня со мной. Вы извините в самом начале за такие технические неполадки. Спасибо огромное, что посмотрели. Ваши все вопросы были потрясающие. Вы у меня все молодцы, что дождались. Вот. Не убежали. Я думаю, что еще увидимся с вами не только в... ...диологии, но и на других площадках. Вот. И если вам понравилось, буду очень рад, если вы мне напишите что-нибудь приятное. Ну, можно... Допустим, вот сегодня как раз сделал анонс в Инстаграме, что вот там вам как-то понравилось, для себя что-то интересное изучили. И будет очень круто. Напишите именно какой-нибудь инсайдик. То есть, что сегодня было для вас наиболее полезное, новое. Так. Это сайт Антона. Смотрите, а вот почта. Вот почта. Давайте я ее сюда продублирую. Это почта. Вот. И не забывайте подписаться на Ардиалог, на Люкс, на меня. Буду очень рад новым людям. Поэтому, если есть вопросы у вас, я думаю, что уже на сегодня мы с вами будем заканчивать. Пишите в личку. Рад был с вами провести это время. Все. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова